Итак, друзья, я хочу сегодня говорить о Пасхе, сегодня говорить о нас и наших отношениях со Христом, благодаря тому дню, который произошел сегодня, произошел в это прекрасное время. И для этого давайте мы откроем Римлянам 6 главу. Римлянам 6 глава. Мне казалось, что Римлянам 6 глава, когда я только уверовал, это глава, которая меня когда-нибудь убьет. И я не ошибался. Это произошло быстро. Сейчас объясню, о чем идет речь. Я хочу, чтобы мы смотрели с вами послание к Римлянам 6 главу и будем читать с вами с 6 по 11 стихи. Римлянам 6, с 6 по 11 стихи. Вы готовы? Есть Библия у кого-то? Помашите телефоном. О, мамы мои бумажные. Итак, Римлянам 6, 6 глава, 6 стих. Поехали. Зная, зная, что ветхий наш человек распят с ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам уже не быть рабами греху. Вы здесь? Ибо умерший освободился от греха. Если же мы умерли со Христом. Кто освободился от греха? Не слышу. Умерший. Ибо если, если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним. Зная, что Христос, воскреснув из мертвых, уже не умирает. Смерть уже не имеет над Ним власти. Ибо что Он умер, то умер однажды для греха. А что живет, то живет для Бога. Так и вы почитаете себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе, Господе нашим. Аминь. Итак, друзья, апостол Павел говорит прекрасную вещь здесь. И в принципе здесь заключается в принципе все христианство. Оно заключается в том, что однажды Христос умер. Однажды Христос умер. И когда Он умер, Он умер на кресте за всех нас. Аминь. Он был распят на кресте и умер. И почему-то апостол Павел говорит, что Он был мертв для греха. Поэтому я хочу сразу, чтобы вы запомнили две вещи. Две вещи, которые произошли там на Голгофском кресте. Первое. Первое, что произошло. Наверное, самое главное. Мы, написано вместе со Христом, сораспялись. Аминь. Мы сораспялись со Христом. Что это значит и что это нам принесло. Первое. Это принесло смерть для греха и проклятия в нашей жизни. Второе. То, что это принесло. Это принесло возможность жить для Бога. И я хочу, чтобы вы запомнили это. Итак, Христос, Он пришел в этот мир и пошел на крест. Он пришел и победил на кресте и воскрес. После этого Библия говорит, что и мы теперь должны сораспяться с Ним. Сораспяться с Ним. Не просто услышать прекрасную, Христос воскрес, воистину воскрес. Но христианская жизнь начинается где? Тоже на кресте. Скажи, на кресте. Соседу это скажи. Скажи, моя и вся любая христианская жизнь начинается на кресте. Я попрошу, чтобы им сейчас этот крест вынесли сюда. Вот. Я хочу сегодня, чтобы мы видели наглядно, что произошло и что имеет в виду апостол Павел. Пока нам выносят, я хочу еще раз сказать. Зная, что наш веткий человек распят с Ним, чтобы было упразднено. Скажите, упразднено. Дайте мне синоним, умные люди. Что? Упразднено. Нет, не упрощено. Упрощено это в степень поменьшено. Упразднено это что? Да я не знаю правильного ответа. Мне надо самое подходящее слово. Унижено это осталось. Ликвидировано. Уничтожено. Аннулировано, наверное, да? Аннулировано, наверное, тоже подходит. То есть, это такой юридический термин, когда упразднено. Все, эта статья упразднена. Она не просто убрана. Все, больше в ней нет никакой силы. И здесь написано, апостол Павел говорит, мы должны помнить всегда и знать, что наш человек распят с ним. Чтобы упразднено было тело греховное. Наш ветхий человек распят с ним. Посмотрите, то, что произошло со Христом, он был распят. И мы должны также быть сораспяты с ним. Это не значит, что мы должны убить себя или повисеть на кресте, как некоторые динаминации делали там сотни или даже тысячи лет назад. Нет. Это значит, и речь идет о моем греховном и проклятом, моей сущности. Моей греховной и проклятой сущности. И я хочу, чтобы мы сейчас это поняли. 1 Петра 2, 24. Сначала мы поговорили об этом, а потом поговорим о главном, наверное, то, что я хочу сегодня сказать. Итак, друзья, самая главная мысль христианства и самая уничиженная мысль в христианстве заключается в том, что христианство начинается на кресте. Христианство – это новая жизнь. Кто это слышал или нет, такую фразу? И Библия говорит о христианстве как нетрадиционной или нетрадиционной религии. Вы знаете, многие сегодня говорят, и, к сожалению, мне сегодня один человек, ну, мой друг там когда-то в спецслужбах служил, и он говорит, жаль, говорит, и стыдно. Он еще так не уверовал. Но он говорит, мне стыдно сегодня вам это присылать. Христос воскрес. И он говорит, я понимаю, что для вас это не то, что для всех. И он это понимает, и это прекрасно. Почему? Потому что он носит крест, он считает себя верующим человеком. Ну, как, относительно. Но столкнувшись с верующими людьми и столкнувшись с Писанием, он признает, что он, признает, что Христос существует. Но назвать себя верующим стыдно. Почему? Потому что христианская жизнь начинается на кресте. В тот момент, когда ты со-распялся. Что значит со-распялся? Первое Петра, там написано, он грехи наши. Опять, тело греховное. Он наши грехи сам вознес телом своим на дерево. То есть сам, это значит, нам не нужно физически больше висеть на кресте. Он сам уже это сделал. И он повисел, и он умер там. И вознес телом своим на дерево, дабы мы, избавившись через крест, избавившись от грехов, что жили? Для правды. И снова я повторяю. Я хочу, чтобы все сегодня это услышали. В этом смысле креста и в христианстве, и в том, что сделал Иисус, есть всегда два значения. В этом есть две ноги христианства. Первое, это я верю, что вся моя проклятая греховная сущность умерла на кресте. Второе, это изменяет причину моей жизни. Потому что везде, где говорится, что Иисус умер, всегда сразу, практически в каждом сети, который вы найдете в Новом Завете, звучит для того, чтобы я жил. То есть происходит изменение мотивации и причины жизни человека. Но то, что вы можете увидеть в своей иногда жизни, к сожалению, или в жизни многих, кто считает себя верующими, вы можете не увидеть ни первого, ни второго. Особенно в протестантской среде мы можем увидеть только первое. Я верю, что Христос забрал мои грехи, но это не производит изменения причины моей жизни. И я не собираюсь жить для Бога. Я хочу жить для бабла. Извините за это выражение, потому что для денег нельзя сказать так, как вы хотите. Я хочу жить для чего-то еще. Я хочу жить, хочу жить, но я редко слышу, я крайне редко слышу, я почти никогда этого не слышу, чтобы человек сказал, я верующий, и я живу для Бога. Вы слышите или нет? Но в римлянном Павел говорит суть в том, что если мы сораспялись, то и Христос распят был, чтобы жить для Бога. Так и вы теперь почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога. Кто-то здесь еще? Итак, друзья, что первое? Первое мы должны навсегда запомнить. Потому что отсюда исходят все в основном харизматические ереси. В протестантском мире их очень много, но не только в протестантском. И первая ересь заключается в том, что креста недостаточно, чтобы освободиться от проклятия. Люди освобождают друг друга от проклятия везде еще. Ну, я не знаю, мне кажется, это уже какая-то ахинея какая-то. Теперь послушай, если ты пришел ко Христу, я не спорю, можешь верить, что Христос есть, но если ты не сораспялся с Ним, да, проклятие в твоей жизни еще живет. Что такое проклятие? Проклятие это проклятая сущность человека, которая проявляется в грехе, в его мотивах, в его каком-то внутреннем дискомфорте, в его, я не знаю, оно является горем всего. Например, когда я пришел к Богу 15 лет, это было, вот скоро я буду праздновать свою 20-ю годовщину, как я пришел ко Христу. Я даже день запомнил, даже время запомнил. Это было 21 мая 97-го года, примерно в 9 вечера. Да. Вот, и я пришел к Богу. Я понимал на тот момент, что это значит. Я понимал, что происходит. Поэтому, когда я посвятил свою жизнь Христу, первые несколько месяцев я еще как-то тык-мык, мне было тяжело, я понимал, что я теперь верующий и так далее. Но потом, в течение, наверное, первых трех месяцев ко мне пришло, наверное, возрождение это называется. Почему? Потому что я осознал, и я сказал, Господь, не просто сказал, у меня получилось, я смог, я принял жертву Христа на кресте, и я понял, что он всем своим телом и всей своей жизнью за меня умер. И теперь я могу также свою греховную плоть и все свои беды и проклятия отдать на этот крест. Кто-то здесь? Хорошо, вот скажешь, ну, давай, давай, продолжай, потому что я это знаю. Ну, может быть, ты это знаешь, но сейчас объясню. Что в моей жизни? Например, мои родители здесь, они не дадут соврать. Мой дедушка с бабушкой по маминой линии и его мама их прокрала. Правильно, мама? Она их прокрала. Моя прабабушка прокрала мою дедушку и бабушку в день свадьбы. Она была ведьмой. Это было официально и так далее. Вот, она была ведьмой, она их прокляла. Просто прокляла. Сказала, ну, там, вы, короче, счастья никогда не увидите. Вот, и вы знаете, действительно, проклятие сработало, потому что мой дедушка спился просто. И можно сказать так, что забил мою бабушку до смерти, потому что она умерла в очень молодом возрасте, потому что, ну, он ее просто колотил, он ее бил, избивал и так далее. Вот, они вместе пили, и бабушка начала иногда выпивать, вот, и так далее. И это проклятие действовало. Например, по моему папе, вот мой папа здесь также не даст соврать, мой дедушка по папе, уже, когда папе 11 было лет, да, они развелись с бабушкой Зиной, вот, они, он оставил свою жену и, ну, не отнял, нельзя сказать отнял, но увез ребенка от матери в другую страну. После этого мой папа, он тяжело пережил эту разлуку, вот, и в детском же возрасте пошел алкоголь, наркотики, и, по сути, папа из-за этого позже стал, ну, наркоманом. Да, сегодня он освобожден, но проклятие шло. И вы знаете, когда я начинал в свои 11-12 лет, я начал бухать уже, не выпивать, а бухать. Я начал понимать, что в моей жизни что-то происходит. Я начал смотреть за судьбой моих бабушек, дедушек. Я начал смотреть за судьбой моих родителей. Моя мама стала инвалидом в 29 лет, по-моему. И я понимал, блин, везде смерть, везде проклятие, везде наркотики, алкоголь и болезнь, смертельная болезнь. И вы знаете, я понимал, я обречел. Поэтому, когда я пришел ко Христу в тот май 97-го года, я не просто сказал, ой, наденьте на меня крест, ничего здесь плохого нет, если ты носишь крестик. Я просто, это плохо, если ты думаешь, что крестик тебя спасет. Вот, но я пришел, и я понял, что я всегда верил, что Бог есть. Но в тот момент мне сказали, ты понимаешь, что все то проклятие, которое шло от дедушек, бабушек, все то горе, все то несчастье, которое возбудило в тебе нужду теперь спасаться, воровать, или там, ну я не знаю, обманывать людей, или просто жить какой-то проклятой жизнью. Ты имеешь власть и право это все отдать. Через сораспятие на кресте. Что это значит? Это принять распятие Христа. Отдай. И вы знаете, что произошло в моей жизни в 15 лет? Я отдал на крест всю свою тогда 15-летнюю греховную проклятую натуру. И это изменило мой внутренний мир. Я не знаю, как это объяснить другим людям, но мою жизнь не изменила подарок автомобиля. или Бог спас мою маму, или освободил папу от наркотиков. Нет. В 15 лет я пережил, я в хорошем смысле опустошился. Я всю жизнь жил мечтой. Я ненавидел в какое-то время своего отца. Я все время понимал, мама скоро умрет. Я сам себя ненавидел за свои уже грехи, потому что я был там умным мальчиком, но потом скатился. Я все, я понимал, я обречен, я даже наркотики для себя заказал. Это то, на что я никогда не собирался идти, потому что я видел, во что они превратили моего папу и мою семью. Но послушайте, видимо, в тот день ничего не изменилось, но внутри всей моей жизни перевернулось все. Вы здесь? Теперь, друзья, почему я так об этом говорю? Потому что есть второй факт. И теперь послушай, то, что я пережил как верующий человек, и это то, что я, надеюсь, пережили здесь многие сотни людей, это второй момент. Второй момент, когда я отдал греховную натуру сюда, на крест, вы знаете, это было, я помню этот момент прямо, я был первые три месяца у веровов, я ходил в церковь, я слушал проповеди и так далее, и я всегда хотел стать предпринимателем, я верил, что Бог даст мне много денег, почему, потому что я голодный все время ходил, я верил, что Бог там исцелит меня, потому что я всегда, ну, моей целью были болезни, ну, исцеление болезней, в моей семье был бардак, поэтому я мечтал, что Бог наведет порядок в моей семье и так далее, но вы знаете, когда я пришел ко Христу, я почувствовал, что Бог забрал всю эту беду и горе на себя, и я еще пытался пыжиться, мышица, но я больше не мог выковырить из себя смысл жизни, это решение своего горя, я почувствовал себя пустым, не опустошенным в депрессивном смысле, но я почувствовал себя свободным, вы здесь или нет, я почувствовал себя пустым и свободным, я больше, я понимал, мне говорили, вот, надо жить для денег, я как-то говорил, да, да, надо жить для денег, а зачем для них жить, они и так будут, все, проклятие нищеты, и Бог забрал, я это чувствовал, мне говорили, надо жить для семьи, я говорил, слушай, семья это здорово, это Божье благословение, но я не хочу жить для семьи просто, я чувствую, что можно жить как-то выше, просто посадить дерево, родить ребенка, я не этот, не осьминог, или кто это, кто умирает и рождает, рождает и умирает, паук, паук, да, паук рожден, рожден, чтобы рожать, я не паук, стало Богу, спайдермен, и теперь, друзья, второе, что происходит, Галатам 2, 19, 1 Петра 2, Римлянам 6, везде написано, что мы сораспялись, и наше проклятие, и наша проклятая сущность, она умерла на кресте, она там висит, все, до свидания, и знаете, что происходит, и что должно произойти в жизни верующего человека, это изменение причины жить, что я сказал, это кардинальное изменение причины, что это значит, это значит, раньше, я жил, по причине того, чтобы, Бог, ну, не Бог, давай, чтобы все было хорошо, чтобы устроить свою судьбу, чтобы устроить свою семью, чтобы заработать, чтобы решить проблемы в своей семье, чтобы маму вылечить, чтобы папу вылечить, чтобы квартиру купить, чтобы детей выучить, ну, и так далее, меня, все, эти заботы, которые появились у меня из-за моего внутреннего проклятого мира, потому что проклятие породило болезнь матери, потому что проклятие уничтожало папу, потому что проклятие, ну, понимаете ли суть, оно стало, породило причину, я живу, я живу для, я живу для, и вы знаете, на тот момент, я пережил, что, Боже мой, я больше не могу жить для, для реализации, или закрыть, как кредит, знаешь, покрыть, покрыть последствия проклятий, я не могу жить ради того, на что меня понуждают проклятия, вы поняли, о чем я, что там говорила там, законом я умер для закона, и по 21 стих, законом я умер для закона, чтобы жить для чего, для кого, для Бога, я что, не слышу, ссораспялся, скажи это, я ссораспялся, поэтому больше не я живу, но живет во мне, Христос, а что живу во своей плоти, то живу верою в Сына, Божьего возлюбившего меня, и предавшего меня, за меня, за меня себя, не, да, дальше, дальше, не отвергаю благодати Божьей, а если закон оборудования, то Христос напрасно умер, я не могу больше жить, как будто бы Божья благодать не высвободилась на мою жизнь, я ее не отвергаю, почему смысл многих верующих не меняется, смысл жизни, и причина жизни многих верующих не меняется, когда они приходят ко Христу, есть одна причина, мы не хотим ссораспяться, мы любим свои проблемы, мы любим свои беды, мы любим свое горе, это страшно звучит, но мы даже любим свое проклятие, а кто обо мне позаботится, если не я, я не говорю бросить и халатно, безответственно относиться к проблемам, ни в коем случае, я говорю про то, что если решение проблем, финансовое и все остальное наживы, это смысл твоей судьбы, ты проиграл, ты идешь за Христом, пустым, без своего, чего? Христа, итак, друзья, я хочу, чтобы вы поняли, Матфея 11, 28, к чему я теперь? Теперь я хочу объяснить, к чему я. Я верю в измененную судьбу, я верю в измененную жизнь, но измененная жизнь, это абсолютно другой мотив и смысл жизни, это, мне нравится все-таки это слово, это другая причина жить. А по какой причине ты живешь? Многие матеря здесь сегодня, а вы можете сказать честно, я живу ради своего ребенка. Это плохая причина жить. Вы должны любить своих детей, но жить ради детей, это поклоняться детям. И знаешь, что я тебя предупреждаю, мамуля, поэтому Бог никогда не сможет ничего с ним сделать, потому что ты с ним что-то делаешь. Вы знаете, Бог никогда вдвоем, ну, не работает, ну как это, ну вдвоем. Вы поняли, о чем я говорю? Ну, ну просто, уже ты делаешь, так делай. Вы поняли, о чем я? Поняли, да? То есть, Боже, сделай что-то, и на, Боже, спаси его, и давай его спасать, и так далее. Не-не-не-не-не-не. Если ты говоришь, Боже, спаси его, и что-то с ним делаешь, Бог ждет, пока ты что-то с ним сделаешь. Поэтому многие сейчас говорят, пастор, разве тебе нужды нет в том, что мы тонем? Я говорю, послушай, Бог в курсе. Итак, друзья, я хочу, чтобы вы сейчас поняли, Матфея 11, 28. Помните, что там написано? И дальше, и по 30 стих. Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные. Итак, друзья, до того, когда я встретился со Христом и с крестом Христа, я шел к Нему труждающийся и что? И обремененный. Пока я шел и не встретил Христа, Он говорит, придите ко мне, все труждающиеся и обремененные. Аминь. И там написано, и я успокою вас. Труждающийся и обремененный это человек, которого задолбали проклятия, которого достало, достало образ жизни постоянно затыкать дыры, которые возникают на ровном месте из разных бытовых проблем. Боже, я только начал, уже вроде бы погасил кредит за квартиру, и тут я узнал, что жена заболела. Или наоборот, Боже, я только, вот, я столько мечтал обойти замуж, все, уже только все хорошо, и успокоились, и уже третьего ребенка родила. Оказывается, он гуляет. Оказывается, у него еще есть четыре женщины. И так далее. И начинается что? Новый оборот. Все, детей надо здесь, мужика надо поймать, где-то, ну, потому что в основном уже так и происходит. Вот, и все, и ты начинаешь, все, поиски мужа, вот, с тремя детьми на шее, и ты побежала. Подожди, еще надо покормить. Вот сюда. И все это, ты начинаешь постоянно жить. Это называется труждающийся и обремененный. И вы знаете, это и есть жизнь, когда она не распята. Но он говорит, придите ко мне, я вас успокою. И дальше написано, возьмите иго мое на себя, и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Дальше. Ибо иго мое благо, и бремя мое, что? Итак, опять, друзья, два столпа христианской жизни. Первое. Придите ко мне. Вы слышите меня? Он говорит, придите ко мне. Он готов забрать на нас свое иго. Он готов забрать на крест, забрать твое проклятие, твою сущность, которая живет от нужды. Но обязательно второй шаг, что? Возьмите иго мое на себя. Теперь послушайте. Правильное состояние. Когда ты приходишь ко Христу, ты испытываешь не просто облегчение, ты испытываешь опустошение, потому что теперь проклятие и да. Например, если брать эту женщину, у которой муж загулял, дети, трое детей на шее и все остальное. Нет. Они не решатся сразу эти проблемы. Но женщина может почувствовать, Господь, я понимаю, что я заслуживаю сама, наверное, такой жизни. Я понимаю, я всю жизнь мечтала, всю свою христианскую жизнь. На самом деле я поклонялась только мужикам. Нет, я никогда ни с кем не спала, но всегда движимой силой во Христе было, что Бог вознаградит меня мужиком. Господь, и когда я получила мужика или женился, я остановился. Я сказал, все, отлично. И я на мужика своего возложила все бремя и труждающиеся. Поэтому, когда я нашла своего Алешку, и я его полюбила, а он меня, я почувствовала в сердце, вот он тот, кто возьмет на себя все мои грехи и проблемы. И я прям чувствовал от него. Он, конечно, это ни разу не сказал, но от него веяло вот этим вот, что я хочу взять иго твое на себя. Возложи на меня. Приди ко мне, труждающаяся и обремененная. Поэтому, когда я ворвалась в свой брак, я сказала, Алешка, дай сто тысяч на шубу. Дай двести тысяч на мороженое. Дай восемьсот тысяч на трусики. И я почувствовал, дьявол начал крутить Алешку. Алешка нашел ту, которой трусики можно купить дешевле. Послушайте, друзья. Когда ты приходишь ко Христу, возложи на Него свое проклятое ермо. Кто это услышал меня? Есть две составляющие. Придите ко мне. Но второе, когда вы ко мне пришли, и вы хотите найти покой, есть один секрет. Вы должны изменить мотивацию. Вы освободились. Я забрал ваше иго? Да, забрал. Я забрал ваши кресты, вашу убогость, ваши проклятия. Крест это символ проклятия. Да, забрал. Теперь, друзья, смысл, о чем я проповедую. Если ты пришел ко Христу, и сегодня Пасха, и ты вспоминаешь о том, что Он сделал для тебя, теперь я хочу, чтобы мы вернулись к Евангелию. Вы еще здесь? Дайте мне 7-8 минут, и вы меня распнете. Марка, 8 глава, 34 стих. А потом мы посмотрим Матфея, 10 главу, 37. Марка, 8, 34. Вы здесь? Скажи соседу, ты благословен у Бога. Ты у Бога благословен. Да, Володь? Алло! Да! Посмотрите, когда в 15 лет у меня получилось вот это повесить, вот себя, свою всю проклятую греховную природу сюда повесить, изменились мои мечты, изменилось все вокруг. Наверное, мои родители это подтвердят. Я больше не мог жить с мечтами о яхте или еще о чем-то. Вы знаете, я почувствовал себя состоятельным. В дырявых кроссовках, без копья денег, дома выключенный свет за неуплату. Но я почувствовал себя свободным. Я понял, что больше для этого я жить не должен. Я должен работать, я должен нести ответственность, но я больше не должен для этого жить. И Иисус говорит христианам, говорит в своей церкви. И что он говорит? Марка какой? 8.34. Смотрите. И подозвав народ с учениками своими, сказал им, кто хочет идти за мною, а кто здесь хочет идти за ним? Алло! Кто-то хочет в партере еще или нет? А на втором балконе? А на третьем? А в Москве кто-то хочет там? Иисус говорит, если кто-то хочет идти за мной, знаете, так приятно, то, что я сейчас проповедую, нас же слышат все вокруг. Это же шатровая крыша. И здесь все слышно. Ход до храма Христа. Поэтому мы сегодня с отцом Кирилла вместе проповедуем. Иисус говорит, если кто, ибо кто, извините, подозвав, сказав, кто хочет идти за мною, отвергни себя, возьми свой крест, и что? И следуй за мною. Теперь внимание. Иди за мною или возьми свой крест и иди за мною. Не слышу. Теперь, друзья, господа верующие, дамы и господа верующие, что такое христианская жизнь? Христианская жизнь, это не просто, когда ты пришел ко Христу. Это когда, первое, ты приходишь ко Христу и отдаешь Ему свои проклятия. И оставляешь их там. Чувствуешь себя облегченным, свободным, освободившимся. Ты понимаешь, а для чего мне теперь жить? Это был у меня вопрос. И поэтому Иисус говорит, во, мой. Теперь, родной, бери свой крест и иди за мною. И иди за мною. И иди за мною. Вы здесь или нет? Не просто живи со мной, а возьми крест. И что? И вместе со крестом иди. Но не бойся. Не бойся. Мой крест, мое иго, оно благо. Мое бремя, мой груз, который я тебе дам, оно легко. Вы здесь или нет? Откройте Матфея 10. Матфея 10. Вы меня услышали, короче, да? Теперь, друзья, послушайте. Сейчас, особенно если вы здесь впервые, лучше не слушайте. Все остальные тоже лучше не слушайте. Скажи соседу, слушай, если готов, слушай только. Скажи, когда открывать уши. Потому что то, что здесь говорит Иисус, тяжело вместить. Но это Евангелие. Евангелие не протестантское. Евангелие не православное, не католическое. Евангелие Христово. Это одна Библия. И я хочу из нее читать. Внимание! Это говорит Святое Божье Евангелие. Матфея 10.37. Кто любит отца или маму более нежели меня, я могу дальше продолжать? Не достоин меня. Боже мой! Кто любит сына или дочь больше, чем меня, говорит Иисус, меня с большой буквы, не достоин меня. Я могу дальше считать? Ибо кто не берет... Ибо... Переведите мне. Потому что... По причине. Правильно или нет? Кто не любит меня, кто любит родителей или детей больше, чем меня, не достоин меня. И следующий стих говорит... И кто не кресет... О, Господи! Не несет креста своего и следует за мною, тот не достоин меня. В чем смысл? Сейчас объясню. В чем связка? Сейчас объясню. Кто не несет креста своего и пошел за мной, он не туда пошел. Если ты освободился от греха и проклятия и дальше хочешь жить и за мной, но ты что-то забыл, родной, и если ты это забыл, ты не поменял причину жить, ты не достоин меня. Ты тщетно, ты попусту идешь. Я могу продолжать? И кто не сберет... И кто не берет, Господи? Это я уже сказал. Теперь внимание. Что значит и почему Христос так радикально говорит? Что значит, кто любит родителей или детей, свою семью, больше, чем меня, не достоин меня? Теперь объясню. Семья по сути является самым великим и прекрасным в нашей жизни, чем Бог нас благословил. Если вы с этим согласны, скажите аминь. Но теперь семья также это главный источник нужды. Это главная причина, главный символ главных нужд, ради которых я живу. И Иисус говорит, родной мой, если ты любишь больше своих детей или своих родителей больше, чем меня, это значит, ты любишь меня ради своих родителей или ради своих детей. Ты любишь меня, чтобы я благословил их. То есть, по сути, меня ты не любишь. Другими словами, если кто-то любит свою нужду больше, чем меня, он не достоин меня. Вы не услышали меня. Еще раз. Семья это самое родное. И поэтому все проблемы семьи, это всегда смысл, решение проблем семьи всегда становится смыслом жизни или причиной жить. для большинства людей. Иисус говорит, ты не должен жить для нужд. Ты не должен жить для нужд. Ты не должен жить для тех проклятий, которые породили проблемы в твоей семье. Он не говорит не любить своих детей или своих мужей или своих родителей. Нет, он такого не говорит. Он говорит любить их через него. Почему? Потому что только если я прихожу к нему, отдаю и вешаю проклятие на крест, я освобождаюсь. И я начинаю любить его. Я освобождаюсь. И теперь что я делаю? Я беру что? Я беру свой крест. Что это значит? Теперь я свободный, я добровольный, и я беру свой крест. И крест это то, где Иисус послужил мне. И это символ служения. Поэтому теперь я свободный, и я беру свой крест, и живу для Бога. Это значит, я живу, неся его крест другим людям, прежде всего своей семье. не поняли. Не поняли. Заново. Стой. Я никогда не соглашусь с тем, чтобы жить ради проблем, которые ежедневно возникают в моей жизни. Я согласен жить только для того, чтобы быть благословением для моей семьи. Я не хочу жить ради нужд. Я хочу жить ради него и быть подарком для других. Я хочу жить с Христом. А это значит, мне ничего не надо от моей жены. Мне ничего не надо от моих родителей. Мне ничего не надо от других людей. Я хочу дарить им. Я жизнь с Крестом это не пустая жизнь. Это жизнь по причине быть подарком своему окружению. Мой пасхальный фальстарт называется тема. фальстарт это когда Господь освободил тебя. Да. Легко чувствуешь. Да. Куда убежал? За Христом. Да Христос не туда побежал. За Христом бегу. Нет. Возьми свой крест и следуй за ним. Никогда не живи движимый нуждою. Никогда не живи движимый проклятием. Всегда живи с главным смыслом. Вы слышите меня или нет? Главный смысл это жить для него. А что значит для него? Взять его крест и нести его другим людям. Вы меня услышали? Давайте поднимемся. Давайте поднимемся. Если ты любишь свою семью или свои нужды меньше чем меня, ты любишь меня ради нужд. А значит ты все еще труждающийся и обремененный. Церковь, я хочу еще раз это прочитать. Услышьте меня сейчас. Если ты любишь свои нужды, семейные проблемы или другие нужды больше чем его, значит ты любишь его ради своей нужды. А если ты любишь его ради своей нужды, значит ты все еще труждающийся и обремененный. Перед тем, как мы сейчас будем молиться, я хочу, чтобы мы сейчас прочитали Марка 10 главу 17 стих. Честно, наверное, в Евангелии одно из самых любимых моих мест. Место о богатом юноше, который подкатил к Иисусу и признал его Богом. Вы хотите выйти, да? Марка 10, я буду читать 17 стиха. Когда Иисус выходил в путь, подбежал к некто и пал перед ним на колени и спросил его, учитель благий, слово благий употребляется как элохим, то есть учитель от Бога, короче, Бог. Что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Иисус сказал ему, а что ты называешь меня благим? Ведь никто не благ, как только сам Бог. знаешь заповеди? Не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не уже свидетельствуй, не обижай, почитай отца и маму. Он же сказал ему в ответ, учитель, нет проблем, все это я сохранил от своей юности. Честно, я уже давно не живу проклятой жизнью. Благий учитель, да, тот груз, который ты сказал, о котором ты сейчас говоришь, я его давно убрал. Я без проблем живу по ценностям, по принципам, я так и живу. Я давно верующий, и я живу за Христом, ну, я уже перевожу, я живу верующей христианской жизнью, я не курю, я не выпиваю, я живу по заповедям, все в порядке, но честно, такое чувство, что христианство состоит из двух ног, из двух ног, и мне кажется, я к тебе припадаю на коленях, потому что первую я исполнил, исполнил, я пришел к тебе, и тут да-да-да-да-да, Иисус говорит ему, Он же сказал ему в ответ двадцатый стих, ой, двадцать первый, Иисус, взглянув на него, ребят, конечно же, полюбил его, и без стеба, он продолжает, Иисус с любовью ему говорит, одного тебе не достает, я, простите, за крепкие словечки, но есть такое сленговое слово порожняк, знаете, порожней, есть пустой, а есть порожней, порожней, это даже если ты корчишь из себя кого-то, но ты порожней, Иисус посмотрел на него и говорит, я понимаю, что ты ко мне пришел, что ты признал меня Богом, что ты все заповеди исполняешь, людей не обижаешь, не куришь и не пьешь, семья у тебя в порядке, одного тебе не достает, и тут он бьет его словами, пойди, все, что ты имеешь, Боже мой, если ты уже такой свободный, брат, все, ты готов идти за Христом, тогда пойди все, что имеешь, продай, не надо мне ничего давать, не надо ничего в церковь носить, пойди раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, а потом приходи и следуй за мной, взяв крест, уже смутившись, ушел от него, потому что у него было большое имение, есть две ноги, на которых строится христианская жизнь, и сегодня в этот прекрасный светлый день Пасхи, я надеюсь, что все вы понимаете первый шаг, но я кричу и взываю о втором, я вас умоляю услышать меня, если мы сегодня со Христом, а изменилась ли причина нашей жизни, почему я иду, многие можем идти за ним просто пустым, Господь, спасибо, вот тебе мои проклятия, я иду за тобой, в воскресенье прихожу в церковь, я стараюсь своей семьей вести какой-то более-менее христианский образ жизни, я стараюсь не курить, я стараюсь никого не обижать, я стараюсь ни лжесвидетельствовать, ни убивать, ни красть, я все это стараюсь сделать, Иисус говорит, тебе одного не хватает, брат, и он, Иисус, не стебется, он говорит, он любит его, и говорит, слушай, и вы знаете, в это влюблю его, такая, мне кажется, знаете, осторожная боль, потому что Иисус понимает, что то, что он сейчас скажет, произведет оценку, готов ли ты идти за Христом, и у нас сейчас непростое время в нашей стране, в нашем городе, в нашей церкви, да и в наших жизнях, у многих проблемы с финансами, у кого-то есть семейные проблемы и так далее, церковь, проблемы будут всегда, и я верю, с Божьей помощью мы будем их решать, но никогда не позволь идти, Боже мой, я так не хочу никого обидеть, но мне так хочется сказать, никогда не иди за Христом, порожняком, порожним, никогда не иди за Христом с пустыми плечами, не бойся, Его иго, благо, и вы знаете, мне нравится вот этот крест, ребята искали какой-то крест, и он деревянный, но он очень легкий, или он не деревянный, короче, но он очень легкий, и прям как Иисус обещал, но он же сказал, иго, иго, мое легко, время благо, он на вид тяжелый, ребят, он на вид страшный, он на вид кровавый, но это неправда, я тебе скажу, нет ничего легче, и ничего слаще, чем Его крест, Его крест, это время! АПЛОДИСМЕНТЫ Первое, Он хочет забрать все наши проклятия, если ты еще не отдал Ему, второе, Он хочет, чтобы причина жить изменилась. Кто-то мне говорит, пастор, я устал от служения, послушай, брось служение, ты устанешь от другого, ты устанешь от работы, ты устанешь от семьи, нет, нельзя так говорить, семья это благо, ну это благо, но после семи, десяти, не семи, а семи, десяти лет, или кто-то пяти лет, начинаются какие-то проблемы иногда в семьях, и вы знаете, это нормально, это естественно, это не значит, что ты разведешься, просто это иногда тяжело, потому что, если ты действительно несешь время, это всегда тяжело, но я хочу тебе сказать, Он хочет разделять с тобой это время, и Он будет это делать, ты только измени причину жить. Пойдемте все к Богу сейчас в этой молитве, Христос воскрес, Христос воскрес, или нет? Я тебе говорю, Он воскрес! С того дня в свои 15 лет я принял решение, я почувствовал, что моя жизнь легка, в мою жизнь прибавилось очень много проблем, проблемы с деньгами тогда не решились, проблемы со здоровьем решились со временем, мне предлагали выгнать из меня бесов, ну, потому что это еще проклятие, мне попросили, чтобы я там еще раз служить во мне какие-то проклятия, но я никогда на это не соглашался, потому что я чувствовал всегда, что я свободен, а если еще что-то побаливает, Бог это уберет. Четыре хронических диагноза ушло от меня в течение одного года. За меня никто никогда не молился, они остались на кресте Христовом. Меня больше волнуют твои диагнозы, а почему они меня волнуют? Слово «волнуют» свидетельствует о кресте, который я несу. Я больше переживаю о тебе, почему крест, 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 крест позволяет мне, не позволяет, а толкает меня переживать о тебе. И это самое прекрасное, что я могу ощущать. Дорогой Небесный Отец, сегодня во имя Господа Иисуса Христа празднуем Пасху Господню. Мы обращаемся к тебе и всем своим сердцем благодарим тебя. Всей своей душой мы восхваляем тебя. Спасибо, что забрал наше проклятие. Спасибо, что там, на кресте навсегда остались наши беды, наша греховная суть, и сегодня мы можем жить для Бога. Я благодарю тебя за мою семью, что она благословенна, и я могу быть для нее благословением, а не стану от нее, как бремени нужды, потому что мой Бог смысл и причина моей жизни во имя Иисуса. Субтитры создавал DimaTorzok